Не миссию пройти Хотя нет, давайте все-таки первую миссию мы пройдем как первую миссию Чтобы нам открыть доступ для большего снаряжения на нашей базе Давай, заряжайся Так, что у нас за карта? Ах, даммен! Откуда здесь английский патруль? Нам сказали, их не будет Так, естественно, знакомая для меня карта Проходил я ее раз в 100-500 Помню, еще даже был какой-то хардкор-мод Который вот сюда или куда-то сюда ставил дополнительно Ну, он на каждой миссии что-то добавлял И тут, я помню, добавлялось где-то здесь вот человек 5, наверное, и все с пулеметами Примерно, конечно же, все с пулеметами Так, присаживаемся И чувствуем себя как дома Оп! Нормально Пока что нормально Повторяем, блин Метки давай выстрел, чувак Гаси метки выстрел Как видите, у меня есть прицельный снайп-мод Я могу пострелять из снайперского режима, но не буду Давай Хорош Но он пока что только что ранен Я никогда, по-моему, на тап не переключался между персонажами Хотя это сделать возможно Так, 58% Хорош И, как видите, уже не умирают они со 40-х попаданий-то Там много сложнее их Загасить будет Давай поменьше ход Так, повторяем Нормально Он больше шуметь не будет Как минимум, после 4-х попаданий 4 раза я зарядил в него Такие он ласты свои склеил Что дальше? Естественно, здесь режима Большая обойма Наверное, Z За сколько? 35 Сколько у меня стоит автоматная очередь? 49 Блин, куда бы... Блин, по... Слухаюсь Давай, подбегай И... Очередь В самое оно Да, в самое оно, но не в самом уном количестве, чувак Ты попал Вот, 20 очков, нормально Это выше моих ожиданий Так, и опять же автоматная очередь Ну почему я мог еще раз попасть? Вот сейчас очень плохо будет Если он меня с автомата такую же очередь, ответку зарядит Я надеюсь, что у него все-таки снижение очков действий было Он вообще ничего-то ничего не сделал Вступает в бой союзники Да, на тех картах, на которых мы сражаемся в начале То есть это Британия Еще какие-то, по-моему, локации дружественные для нас Там есть союзники, правда толку от них очень-очень мало Могу вам честно сказать Здоровья намного больше у противников, как вы видите Просто огромное количество у него здоровья Так На первой эмиссии там всего по 40 Теперь прокачка, ребята Да, я помню, кстати, когда я полтора года назад смотрел Тоже у меня был момент, когда я просто показывал вам, что я могу прокачать И я думаю, сейчас самое время потратить минут 10, чтобы рассмотреть, кто во что будет прокачиваться Ну, а кому не интересно, может там на 10 минут дальше прокачать Но это теплая ламповая пошаговая стратегия Это не пыш-пыш лорейды в райсте, ребят Поэтому, я думаю, целевая аудитория, кто любит пошаговики, будет интересно посмотреть, что здесь да как Тем более, что английская версия доставляет немножко дискомфорта В том плане, что я не все могу понять прям 100%, но большую часть, конечно, улавливаю Осматриваемся без потери очков действия, это полезно Это очень полезное действие Так, смена позы, это то же самое, что и у разведчика Стрельба с меньшим количеством подготовки То бишь, как вы видите, первый выстрел он больше стоит, потому что наш персонаж сменяет позу для выстрела Чего нету в XCOM, и вообще нету То есть, просто вырезали, там не действует Такое, что первый выстрел, второй выстрел, потому что там только просто стрелять Вот о чем я говорю, что казуалилось все Так, привычка, фамиллеризация, это привычка, сила привычки на 100% выше Но в первой части это не так важно, потому что у нас оружие здесь не ломается Во второй части оно ломается, и привычка там раз в 10 выше Чем выше привычка, тем лучше меткость стрельбы с этого оружия То есть, мы можем привыкнуть, но если мы меняем его, естественно, привыкать заново приходится Но к концу игры мы уже с самым лучшим бегом, и в принципе, это только в начале и в середине полезно А вот до этого перка еще и ТАТ, как вы видите И потери привычки на 100% выше Ладно, это не то, ради чего стоит выкачиваться Probability of Inflixing Critical Hit with Sniper Shot То бишь, частота критов у нас на 20% больше, а сам крит... Или наоборот, Critical Hit with Sniper Shot По-моему, да, крит на 20% больше, а частота на 50% выше Ну, это, в общем, очень хороший, в любом случае, перк На криты завязанный Там под конец наш снайпер сможет выдавать такие криты в голову Шотать реально, там просто голова будет разорваться, как качан Потому что ему сразу же с одного попадания, там, критическое попадание и все такое прочее Специализация на пистолеты, в принципе, неплохо Потому что не всегда снайпер имеет смысл стрелять со снайперки Не хватает, как правило, очков действия Это самая большая проблема На дополнительный выстрел, а урон нанести надо Поэтому приходится стрелять, но не то, чтобы это прямо уж и надо было Так, Shooting Skill Вот это, естественно, надо Потому что меткость наша, все, сами понимаете Эффект от привычки на 50% выше Тоже очень полезно, потому что мы сможем привыкнуть к ружью И это будет еще в полтора раза круче Critical Hit, блин, надо перевести реально Probability of Inflicting Потому что уже который раз вижу эту надпись Но проблема в том, что игра не поддерживает сворачивание Если я свернусь, я уже не развернусь Поэтому я это переведу серьезно Вот сегодня я доиграю И после вот этой вот сессии записи Я переведу те надписи, которые мне остались непонятны И уже там, когда приступлю, там, может быть, через недельку Опять сяду поиграть Я дорасскажу вам то, что я не смог перевести И лишь то перевел не совсем корректно Пока что такой навскидку взор Так, Speed Скорость прицеливания Когда мы используем режим снайпера В чем приколен режим снайпера? Мы можем сами выбирать, сколько мы можем потратить очков действия на прицеливание То бишь, мы можем еще дополнительно прицелиться Еще дополнительно прицелиться Это здорово Это только в Long War добавили Для всех, правда, персонажей Но возможность потратить свой ход Но получить дополнительную меткость на следующий ход Что, опять же, не в плюс оригинальному XCOM'у Enemy Unknown или Enemy Within Так, что у нас здесь за веточка идет? Меткость, когда Careful Shot Careful Shot, это у нас Aint Shot и Careful Shot То есть это выстрел на вскидку у нас Snapshot Aint Shot, это такой прицельный выстрел И Careful, это меткий выстрел 5% полезно, в принципе, потому что мы часто будем использовать Мы все режимы стрельбы будем часто использовать на самом-то теле I am before shot In zero to zero in on a target If they all had already taken Прикольная вещь По-моему, я, насколько понимаю, не тратится у меня на прицеливание Очки, если я уже стрелял в этого персонажа Опять бонус на 100 Бонус увеличиваем на 100% То есть вот этот на 100% ускоряет Это на 100% замедляет Но он увеличивает его на 100% То есть вот этот и вот этот перк, они друг друга компенсируют При этом я получу эффект на 100% А вот этот еще на 50% С привычки, то есть можно в привычку так уйти нормально Ух ты Эффективность, дальность стрельбы на 25% Здорово Так Рейнджет вэпен Ну, снайперка, естественно Рейнджет вэпен, поэтому с нее будет все нормально Рейнджет атак, инфликт и критикал хит Ич рейнджет атак Вау Нифига себе Олдис инфликт Это нанесение, значит Отлично, уже перевел из контекста Так, что дальше? Что еще у нас есть? То есть прикрытие противника на 100% То есть меньше Мешать будет всякий хлам, там заборчики и прочее Ночью стрелять Но ночных миссий не так много Это не полезно на самом деле Если бы была динамическая смена времени в каждой миссии Это было бы в 100 раз полезнее Вот что я хочу от игры до 2014 года Динамическую смену погоды Ну, и времени суток, и погоды И чтобы разрушаемость была И все вот эти возможности, которые были еще в 2003 году Они 10% от возможности игры 2003 года Но чуть улучшена их графика Это все с ночью связано опять Угол обзора Но эта ветка, по-моему, точно такая же, как у разведчика Да И последнее Так Пропобилити инфликсинг Это нанесение Пропобилити это частота Все-таки частота нанесения критических ударов На разоруженном, по разоруженному противнику Так Ну, это не полезно Абсолютно эта ветка не полезна По-моему, разведчику Точнее снайперу Хотя вот именно дальность обзора И угол обзора Это всем, наверное, полезно будет Но вот Сила привычки Эффективность привычки Шансы критов Это намного лучше Поэтому Поэтому я думаю Вот это прокачаю в первую очередь Вплоть до нашей Каждый выстрел критический По-моему, это просто супер А также нужно вкачивать Тот умений Который увеличивает Силу критического попадания Вот эта вот Мощность Так Снайпер-шот Инфликсинг Ну, в общем-то Вот эти перки Мне в любом случае надо прокачать Так Скилл Скоро скилл прокачки Блин, придется вкачивать ее Потому что по этой ветке пойду Так И опять же Вот это тоже очень полезно В принципе нет Ничего Никакой альтернативы Кроме как прокачивать Вот эти ветки Эти и вот эти Ну, по сути дела Получается, мне все надо прокачать Кроме крайней Я не думаю, что я, кстати Уложусь В прокачку Но что поделать Я думаю С этого вот и начну То есть дойду вот досюда Как минимум Чтобы эффект привычки усилить Еще дополнительно И крит-шанс То есть я дойду Примерно Так Хитс Кризис Да, вот дойду вот досюда И вот досюда А дальше уже буду стараться Что-то из этого Хотя, мне кажется Хе-хе-хе Не тратить АП-шки Это тоже здорово Прокачивать Не потрату АП-шечков Ну, блин, ну, как видите Столько всего И это разные Разные пути Но все очень полезно А-а-а Хм-хм То есть, вот видите Мастер Good shot From any pose То есть Даже стой Я буду стрелять Настолько же эффективно Как если бы эта поза Была сидячей Или лежачей Согласитесь Это опять же полезно Мне не придется Переменять свою позу Или штрафоваться Из-за того, что я стою А, допустим Мой сидячий Я вообще могу не попасть По противнику Из-за того, что он будет За пределом моей видимости То есть Мне все полезно Здесь будет Но Но Надо с чего-то начинать Я думаю, что все-таки Вот эти ветки Будут именно то, с чего я начну Или смену поза Я думаю, дойду сначала так Потом так Все, определено И Мое решение окончательно Также мы имеем Приколюху в том, что Зину я в принципе могу Вкачать точно так же Но я ее буду вкачивать Не так Мы попробуем сравнить Что из этого эффективнее То есть попробуем Пойти двумя путями разными И это будет здорово Медик Рассматриваем медика Ну, мне осталось всего два класса На самом деле Рассматривать медик и гренадер Что это? А, стоп Тарас и Оз Это разные классы Лол Это инженер у нас какой-то Кто он там? Это солдат А, это солдат А, это гренадер Черт, они нифига не одинаковые Но, тем не менее Рассмотрим сейчас еще двух Которые апнулись И моего персонажа Так Смена позы, естественно, выбираю Медик Смотрим, что у нас здесь за перки Будет The cost of 4 Per step То есть мы лучше Перетаскиваем тела А на моей уровне сложности Я не смогу уйти Из миссии Если у меня есть тела То бишь Я могу уйти Но Если чувак у меня потерял сознание Я его Потеряю То есть он уже не перейдет Со мной на базу Мне его нужно будет взять С собой на плечо Иначе я не смогу уйти И Переноска тел В принципе Полезная вещь Так Дисабилити Lessons The effect of Wounds of Accuracy Фиг знать Если честно Надо переводить уже Будет Пропобилити Офтекинг Так Это у нас снижает Получение крит урона Потому что Офтекинг дэмэдж Дальше Здесь нанесение Крит урона на 10% Частота По-моему На 30% Рост Опыта Увеличивается По-моему Это шикарно Мы вкачиваем это И наш медик На треть лучше становится В принципе Шутинг Аккуратия Меткость на 10% У ворот на 10% At least one Squad member Within 3 meters А это увеличивается Наоборот Нам нужно находиться Рядом с кем То есть Если у разведчика Нужно находиться Дальше на 3 метра Здесь надо находиться Близко на 3 метра Но Это умение Очень шикарное Шикарное умение На самом деле Тем более Что вот это Умение позволяет Нам видеть Количество жизни Противника И только медик Ну не только медик Могут лишь не все Не только лишь все Но реально Это очень полезно Знать сколько у противника Осталось Не просто что он там Раненый А именно видеть там 157 157 Дальше Critical hits Suffered By the character Снижает Мучения В общем то Штрафы Или по получению Или штрафы Критов По нам Critical hits Это наоборот Увеличивает Мощность наших критов Вот это умение Так Алло За человек Кто В 50 На полтора раза Лучше работают Наши аптечки По моему Это самое нужное Что надо скачать В первую очередь Так Ух ты Мы лечим на 50% Лучше Критические состояния Жутко полезно Для медика Медицинский скилл Мы увеличиваем На 15 Правда здесь указано Венхилинг Но я думаю Что он прям туда Впишется Эти 15 Это здорово Speed Speed of skill Improvement Опять же здорово Потому что Эта ветка Сама по себе Полезна И связана С медициной Мы используем Вообще Все предметы Без ограничений То есть Любой медицинский Предмет Даже если у нас Не хватает Для него Атрибутов Мы его можем Использовать Соответственно Мы вкачиваем Максимально быстро Его И самые крутые Шмотки По залечиванию Ран Используем Не думая Что можем мы Это делать Или не можем Мы лечим И останавливаем Кровотеки Шикарное умение Опять же Эффективность Длительность То бишь Помните Ту таблетку По-моему Которая на 2 хода Всего лишь Лишает Кровотека Ну Крит эффектов А потом На 4 хода Здесь будет Уже 4 хода Как раз таки Опять же Шикарное умение Как по мне Опять 15% Увеличение Наших Медицинских Способностей С руки Больше урона Это ни нафиг Не надо Абсолютно Лекарю Абсолютно Не нужен Опять же Миля Атака Для нас Медик Рукопашник Это по-моему Герунда какая-то Нет Зачем ему Эта ветка Серьезно Какой блин Потому что Почему Наши бойцы Не должны быть В упор Находиться С противниками Соответственно Медику Тоже нет смысла Куда-то бежать Чтобы в упор Кого-то Колупасить Это бред Он должен Находиться Рядом С нашими Союзниками Что мы Вот мы сидим Вот такой кучкой Получил Лиза урон Медиков Бац Ее перевязал Получил бонусик За то что он рядом С союзниками Находится А не то что он Куда-то там Уполз Он не доползет До них Элементарно Бесполезная ветка Снапшот Кост Снапшот Снапшот Это самый На скидку Выстрел На 15% Полезная вещь Потому что Я сказал Мы пользуемся Всем А импшот Полезный Естественно Полезный Кэйфулшот Ну жалко Нету еще И 15% Стоимости На кэйфулшоте Чтобы вы могли Все три вида Выстрела Использовать На 15% Дешевле Здесь только Меткость Увеличивается Так Ингресс Опять Привычка В 100 раз Круче Но В 2 раза Медленнее Эффективность Оружия Днестрельного На 25% Полезная Естественно Это как боевое То есть Эта ветка У нас Для Медика Эта ветка Фиг знает Для чего Но чтобы Быстрее качаться И иметь Лучшие показатели У ворота И меткости Но здесь есть Полезные навыки На самом-то деле Вот Крит Мы Чаще Критуем По нам Мы Меньше страдаем От всяких Уронов И от критов Единственное Что я все-таки Не думаю Что это очень полезная Ветка И вот эти 30% Я по-моему Всегда вкачивался Именно сначала До этих 30% Но блин Ну какой-то мусор Здесь по сравнению Вот с этой веточкой Конечно Это не то Плюс она намного Длиньше Сейчас я посчитаю Насколько она длиньше All friendly characters В общем Всем союзникам В трехшаговой Дистанции Включая Нашего героя Ну то бишь Включая Того у кого Прокачен Этот перк То хит Probability На 5% Меткость Увеличивается И у ворот То есть если здесь 10% Только для себя То здесь 5% На всех То есть вот В такой комбинации Мы все имеем Бонус по 5% То есть это Суммарно 15% На каждую Здорово По-моему Вот это шикарно У меня есть как раз Такие еще два Снайпера Я вот такой Кучкой Снайперами Буду сидеть И отстреливать Всех подряд Тем более Что выстрелы Будут дешевле И более метки Более эффективны Это шикарно Эта ветка Бесполезна мне То бишь Я сейчас Прокачусь Вот до этого навыка Потому что Он увеличит Скорость Прокачки На 10% Естественно Возьму Вот это И наверное Вот это Я тоже возьму Хотя нет Не буду брать Потом Потом Может быть под конец игры Я все-таки Выкачаюсь Все вообще Выкачаю Я думаю Если я выкачаю В первую очередь Вот этот навык Я смогу под конец игры Вообще все Кроме вот этой ветки Выкачать Но увы Не хочу я этим заниматься Пройдемся мы Вот досюда То бишь Наверное Даже первые два навыка Имеют здесь вот эти Чтобы больше стрелять И вот примерно Такая тактика Будет у меня Для медика Дальше Гренадер Смотрим Что представляет Из себя Гренадер Что-то там Про По-моему Это меньше Да Когда у нас есть Раны У нас теряется Меткость И это Навык Позволяет Игнорировать То бишь У нас есть раны Но мы стреляем С такой же меткостью Как и было То бишь Именно такой танк Который может Впереди там Получить урон И не страдать От этого так сильно Как другие Как видите Мы реже получаем Крит-атаки На 10% Что неплохо В принципе Но 10% Маловато Я бы не сказал Что 10% Это то Что прям Зарешает Страдания От критов На 25 Тоже Блин Вот это неплохо Кстати Ну это вообще Ветка танка Чисто танк Как вы видите Да и иконки Соответствуют Правда Они все одинаковые Даже эксклюзивных Иконок Не нарисовая Для каждого И это Уворот От Ареа Эффект От атаки Но это Граната Ракетница Не сказал бы Что очень полезно Потому что Ребят Уверяю Если прилетит Граната Под ноги Он просто Сдохнет Сразу же Ну или Получит Там Такой урон Что 10% Не помогут С другой стороны Вся веточка В принципе Сделает его Более Выживательным То есть Мы можем Сделать Один Мув Движение Или шаг Интересно Без потери С меткости Это неплохо На самом деле Дальше Смотрим Что у нас Есть Привычка Ну это Уже знакомые С кем Не буду Комментировать То что Уже Встречали Это Для Использования SMG Но SMG Это автоматы Соответственно Это Не Пулеметы Хотя Машин SMG Это же Семи Полуавтоматические Автоматы Метательный Навык Вот метательный Навык Ему приколен Потому что Он меньше Мажет Кстати Здесь сказано И Дальше Метай Сможем Дальше Бросать Граната Для него Это полезно Еще Больше А это Ножи Блин Нет С ножами Это не Прикольно Art Of Тайминг А это Лучший Тайминг По броскам Граната Потому что Здесь Опять же Вам не Какой нибудь Икс Исключительно В той точке Куда Вы бросили Здесь Граната Можно попасть Можно не попасть Граната Может взорваться Чуть раньше Может взорваться Чуть позже И может быть Даже такое Что вы бросаете Гранату И она взрывается У вас Под ногами Даже Такое Вот такие Криворучки Попадаются И нередко Поэтому Навык Бросания Гранат Это очень Полезный Навык Который Просто Все Вот это Вырезано В Экскоме Вся Механика Шутинг Скилл Чисто На ракетнице Кстати Ракетнице Даже Неплохо Так Но В первой части Они На самом деле Не то чтобы Неплохо Так Они Плохие Во второй части Они намного Лучше Играют Их Забалансили Там И по меткости И по урону Перезарядка На 30% Дешевле Стоит В принципе Полезно На самом Продолжение следует